Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел личный прием граждан. На встречу с главой региона приехали жители не только Твери, но и отдаленных районных центров. Проблемы, которые их волнуют, самые разные. Где-то нужно привести в порядок дорогу, где-то требуется транспорт для более качественного медицинского обслуживания населения. Подробности в материале нашей съемочной группы. Анна Лукина в Тверь на встречу с главой региона приехала из Торопца. Как рассказывает девушка, жители районного центра уже несколько лет добиваются ремонта дорожного покрытия на улице Ленина. Направление, рассказывает Торопченко, не магистральное, но поблизости находится школа. А потому местные жители хотят, чтобы вместе с дорогой были обустроены еще и тротуары. Дорога находится в очень важном состоянии, она грунтовая. Очень много ям, и, к сожалению, грейдеры не справляются уже для выравнивания данной дороги. Но самое главное, у нас там ходят дети, наши дети. То, что там нет тоже тротуара, это очень опасно для детей. Вот именно с этой проблемой я приехала попросить Игоря Михайловича, чтобы он помог нам, выделил денежные средства на благоустройство улицы Ленина. Александр Григорьевич Кириллов на прием к губернатору приехал уже во второй раз. Первый визит касался приведения в порядок братских захоронений в Сележаровском районе. Как рассказывает пенсионер, после того, как о проблеме узнал Игорь Руденя, в течение двух лет могилы павших на полях Великой Отечественной бойцов Красной Армии были отремонтированы. Теперь же Александр Григорьевич обеспокоен транспортным обеспечением врача общей практики одного из сельских поселений Сележаровского района. Андрей Владимирович его зовут, Марков. Очень хороший врач, опытный терапевт. Он и УЗИ сам в районе делает, и прием ведет. А вот транспорт у него, как говорили люди, что он его позаимствовал, у волков, которые Миша и Медведь в мультфильм. Чтобы медицинская помощь населению Сележаровского района оказывалась более оперативной, Александр Григорьевич обратился к губернатору с просьбой выделить местному врачу общей практики новый транспорт. Выслушав обращение пенсионера, Игорь Руденя заявил, что до конца этого года доктору, который оказывает медицинскую помощь более тысячи жителям 77 населенных пунктов района, будет выделен автомобиль. Мы обязуемся до конца года поставить им новую машину для вашего врача. Что касается обращения Анны Лукиной, то после общения с девушкой губернатор поручил подготовить проектные решения для проведения ремонта у улицы Ленина в 2021 году, включающие обустройство тротуара и монтаж освещения. Объект будет включен в программу дорожных работ на территориях муниципальных образований Тверской области на 2020-2022 годы. Также глава региона поставил задачу в ближайшее время провести необходимые работы по содержанию дороги с тем, чтобы обеспечить безопасность участников движения. Среди других тем, которые были затронуты в ходе личного приема, перспективы газификации муниципалитета и развития сети дошкольного образования.